Сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах, и вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все. Привет, это Дмитрий Колизев с наступившим вас Новым Годом, и давайте посмотрим несколько видео, как смешных, кринжовых, так и не очень. Начнем с самого главного новогоднего видео для многих россиян, с традиционного поздравления Владимира Путина. Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ, они цинично используют для ослабления и раскола России. Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать. Впервые за долгое время это поздравление не мирное. Обычно Путин вообще старается убрать политику из этих новогодних обращений, мол, есть там какая-то политическая жизнь, но сегодня все это не важно. Мы сидим за новогодним столом с нашей семьей, все будет хорошо и так далее. А в этот раз все не так. Тут пятиминутка ненависти, кругом враги, НАТО наступает, нам не оставили другого выбора, победа будет за нами и все такое прочее. Суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас, от нашей силы и воли. Ну вообще так себе ощущение, если честно. Не совсем то, что хочется слышать за новогодним столом, когда сидишь со своей семьей. Но, видимо, в Кремле побеждает концепция тотальной войны. То есть все россияне должны понять, что идет война, и это больше не специальная военная операция, и это больше не где-то там. Это рядом с вами, и вы должны быть к этому готовы. Возможно, это и подготовка к новым мобилизационным мероприятиям, которые ожидаются в начале 2023 года. Вот и патриарх Кирилл в своем новогоднем обращении намекнул, что россиянам еще предстоит принести жертвы во имя великой исторической миссии по спасению мира от чего-то там. Мы бы так же могли помочь миру обрести спасение, как сделали это, победив фашизм. Господь, может быть, избирает отечество наше, на которое обращаются сегодня гневные и злобные взгляды тех, кто не разделяет наших убеждений. Правда, не совсем понятно, от чего нужно спасать мир, но, возможно, нужно спасать яхты, часы, автомобили, дачи самого патриарха Кирилла, этакого олигарха от церкви. То, что пропаганда стала готовить россиян к большим жертвам, видно и из новых выступлений постоянного героя моих обзоров Владимира Соловьева. Вот в очередном шоу он со своими гостями обсуждает, что за хорошее дело и умереть не жалко. Зачем бояться того, что не избирает? Нет, они не боятся, поэтому они там и находятся. Мы же в рай попадем. То есть, поэтому смерть это кончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, а исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемое тобой решение... Нет, 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 не в этом смысле просто... Вы меня натолкнули на мысль, я не могу, на самом деле. Вот у меня такое ощущение, после того, как вы сказали о вот этом смерти, о том, что подумают, как, да? Ну, вот аналогия тоже для нашей всей России. Вот когда мы 30 лет жили, не глядя в будущее, вот сегодняшним днём, вот упирались в нашу экономику, там как... А сейчас у нас появилась мечта. У нас появилась... Вот на самом деле мы знаем, зачем мы живём, и это дольше, чем вот мы, да? Какой мир мы будем строить дальше? То есть, друзья, непонятно, ради чего мы всё это время жили. Зато теперь цель появилась. Мы все живём и все должны умереть ради сохранения власти Владимира Путина. И для этого не жалко отдать несколько десятков, а может быть и сотен тысяч жизней. Но вернёмся к выступлению самого Владимира Путина. Широко разошлись публикации, в которых обсуждалось, что военнослужащие, которые стоят за Путиным, это якобы сотрудники ФСО. Вот, в частности, вот эта женщина-блондинка, которая за его спиной похожа на другую блондинку, которая мелькала рядом с Путиным на других мероприятиях. Но, скорее всего, это всё-таки настоящее военнослужащее. Вот Путин вручает ей награду в штабе Южного военного округа, и она, сотрудник медицинской службы, благодарит его и в ответ говорит, что раненые просят не уносить их с поля боя. Это действительно так. Потому что, когда выносишь раненых с поля боя, они просят остаться. Вообще, вероятно, что и вручение наград, и новогоднее обращение записывались 17 декабря, когда, предположительно, Путин посещал Ростов-на-Дону, где находится штаб объединенных родов войск, то есть главный командный пункт так называемой специальной военной операции. Ну, а 1 января, сразу после выступления Владимира Путина, россиянам стали показывать традиционное новогоднее шоу, и самым кринжовым моментом в нём была реплика юмориста Евгения Петросяна. В уходящем году Запад пытался развалить Россию, даже не подумав о том, что в строении мира Россия — это несущая конструкция. Да, господа, так что нравится, не нравится, Россия расширяется. Кстати, выяснилось, что это даже не его шутка, если, конечно, это можно назвать шуткой. Он украл эту реплику у Максима Галкина. Ну, то есть, все же помнят, да, с чего всё началось. В Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. И президенту действующему он недавно заявил, что ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять. Потом про это шутил Галкин. Они говорили, мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границы с Россией. И чего? То, преференчир, мы и сумеем. Ну, это нормально, нравится, не нравится, НАТО расширяется. И вот теперь Петросян. И кто-то может спросить, хорошо, а почему шутка Галкина — это хорошая шутка, а шутка Петросяна — плохая? Объяснение шуток — так себе жанр, но попробую. Дело в том, что шутка Галкина никого не унижает, может быть, кроме Владимира Путина, потому что НАТО — это альянс, в который страны вступают добровольно. Кажется, никто не слышал, чтобы НАТО ввела танки в Финляндию, разбомбила там пару городов, убила несколько десятков тысяч финнов, а потом заявила, что провела референдум и 99% финнов высказались за вступление их страны в НАТО. Кроме того, расширяясь, НАТО не забирает суверенитет у других стран. Россия же расширяется через насилие, захватывает чужие земли, уничтожает города, убивает защитников страны, на которую она напала, и мирных жителей. Поэтому шутка Галкина — это небольшой укол в сторону Путина, а шутка Петросяна — это невыносимый пропагандистский кринж, издевательство над жертвами российской агрессии. Спасибо, Кэп. Перенесемся из московской студии в жаркий Дубай. Именно там, а не в Донбассе, встречал Новый год известный певец-патриот Олег Газманов. Но Олег Газманов, наверное, не знал или забыл, что в Дубае отдыхают не только провоенно настроенные русские, и даже не только русские. Поэтому, когда на вечеринке к нему подошли двое мужчин и попросили высказаться по поводу войны, он немного растерялся. Олег Газманов отвечал вовсе не так бодро, как на митинге в поддержку войны 18 марта. Вместо этого он сказал, что ему нужно отдохнуть, и поздравил всех с Новым годом. Теперь о несмешном. В ту же новогоднюю ночь в Макеевке ВСУ нанесли удар хаймерсами по зданию ПТУ, где были размещены несколько сотен российских мобилизованных, в основном из Самарской области. Удар был нанесен в первую минуту Нового года, когда Путин выступал со своим обращением. В результате было полностью уничтожено здание ПТУ, где какие-то мудрые люди догадались, помимо мобилизованных, разместить еще и боекомплект. Минобороны России сначала, как обычно, ничего не говорило о гибели мобилизованных, утверждали, что все снаряды хаймерса были перехвачены, потом выдавило из себя признание о 63 погибших, затем увеличили цифру до 89. Думаю, это не окончательная цифра. Военкоры на местах говорят о двух сотнях погибших, украинские источники, вероятно, завышая о шести сотнях. Мы знаем по опыту терактов, что власть часто старается дозированно повышать официальное число погибших, постепенно приближая его к реальному, чтобы не обрушить на общество шокирующую информацию. Поразительно, что командование сразу все свалило на самих мобилизованных. Дескать, они слишком активно пользовались в новогоднюю ночь мобильными телефонами. В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запилинговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. А вот кто догадался разместить в одном здании мобилизованных и боекомплект, генерал не сказал. Этот случай всколыхнул российское общество, которое, казалось, уже как-то совсем одеревенело и перестало обращать внимание на жертвы. Но нет, здесь как-то прошибло. Особенно в Самаре, откуда были погибшие и раненые. Там это активно обсуждается в местных пабликах, в телеграм-чатах, просто между людьми. И, видимо, чтобы как-то перехватить и контролировать эту повестку, в Самаре власти решили провести траурный митинг. На нем выпустили выступать вот эту женщину в богатой шубе. Это не жена мобилизованного, как подумали некоторые. Это супруга генерала-лейтенанта Андрея Колотовкина, Екатерина Колотовкина. Она провластная активистка, получает награды от Дмитрия Медведева и руководит женсоветом 2-й гвардейской общевосковой армии, которую возглавляет ее муж. И вот она вышла и на голубом глазу говорит. Мы вместе сокрушим врага. Нам не оставили выбора. Ни мы, ни наши мужья мы не хотели войны. Но беззапад сплотился против нас. Сплотился, чтобы нас уничтожить. Наш, нас и наших детей. То есть, понимаете, никто не хотел войны. То есть, видимо, это коварный Запад приказал Путину 24 февраля начать специальную военную операцию. Видимо, это из Пентагона позвонили мужу Екатерины Андрею Колотовкину и приказали ему ввести войска на территорию соседнего мирного государства. Видимо, это из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе позвонили и сказали разместить 600 мобилизованных из Самарской области в здании ПТУ вместе с боекомплектом. Я хочу, чтобы вы меня поняли правильно. Мне по-человечески жаль родственников погибших. Но их мужья с оружием в руках пришли на территорию другой страны, чтобы участвовать в агрессивной войне, чтобы завоевывать эту страну. Украина атаковала военную цель. Она защищалась законными методами. Эти люди были убиты не украинским Хаймерсом. Они были убиты Владимиром Путиным, который отправил их на эту войну. И когда люди в Самаре и в других городах начнут массово понимать это, тогда, возможно, что-то изменится. Ну и напоследок, еще одно новогоднее поздравление, на этот раз от певицы Юлии Чечериной. Когда-то она пела Тулулла, а в 2014 году осознала себя адептом русского мира. И с тех пор превратилась в настоящего фанатика. Десятки лет потребительства пытались сделать из нас аморфную биомассу. Мы долго терпели. Мы долго терпели, когда на Донбассе расстреливали наших бабушек в огородах и электриках на столбах. Убитый младенец на разорванной груди матери. Девочка, расстрелянная кассетными бомбами на детском пляже. И многие-многие преступления, на которые весь цивилизованный мир так долго закрывал глаза. Пришло время платить по счетам. Посоветую укропам. Сдавайтесь. Все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах. И вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все. А всем верным скажу. Время настоящей свободы, о которой мы все мечтали, пришло. Сейчас самое время выбирать, кем мы хотим стать. Бессмертными героями или бесславными предателями. Каждый должен встать на своем посту, на своем фронте, на защиту нашей Родины. Всех братьев по оружию поздравляю с наступающим 2023 годом. Ура! Я не специалист, но, кажется, здесь и какие-то вещества присутствуют. Причем вовсе не соответствующие нашим традиционным духовным ценностям. Ура! Что ж, я надеюсь, что в новом году ваша жизнь будет максимально далекой от той жизни, о которой мечтает Юлия Чечерина. Я желаю вам мира, спокойствия. Я желаю вам жить, а не умирать. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...